Всем привет! С вами Виктор и это канал про часы. Недавно ко мне попали интересные часы. Это модель на базе механизма молния 3603 в корпусе от часов Panerai Luminor. Довольно интересная модель, которую можно назвать марьяжными или хамажными часами. Что это такое, сейчас вкратце объясню. А для начала не забудьте подписаться на этот канал, впереди вас ждет много интересного. Поехали! Про марьяжные часы я уже рассказывал в отдельном ролике, когда показывал свою молнию. Ссылка на этот обзор будет в описании. Если вкратце, марьяж это использование старых механизмов, зачастую от карманных часов, в новых современных корпусах. Хамаж это тоже французское слово. Хамаж это часы, произведенные в честь и по мотивам других часов известных брендов. Зачастую практически с полным копированием дизайна. Хамажи бывают официальные, бывают неофициальные. Некоторые производители честно покупают права на использование элементов дизайна. Другие же откровенно воруют чью-то интеллектуальную собственность. Самые популярные сегодня это хамажи Rolex Submariner. И отличие от подделки лишь в том, что на циферблате не пишут Rolex, а ставят логотип своей компании. Итак, давайте познакомимся с часами. Это молния, механизм 3603, корпус от часов Luminor Panerai и циферблат, который объединяет в себе и молнию, и Panerai. Сам механизм довольно интересный. Механизм 3603, он имеет противоударное устройство оси баланса. Сам механизм неплохой. Механизм довольно простой, в то же время надежный. Видимо, поэтому его так активно используют в марьяжных часах, и он нравится многим часовщикам. Что касается корпуса, это полное копирование часов Panerai Luminor. Сам по себе корпус, конечно, интересен. Это такая подушка, и выглядит он брутально, надежно. Корпус хороший. Давайте переведем немного стрелки. Здесь, как видите, установлена такая защита заводной головки, и это не просто дизайнерское решение. Это решение обусловлено все-таки тем, что изначально часы Panerai были предназначены для военных, для итальянских командос, и водозащита была очень важным фактором. В принципе, компания Panerai выпускала... Одна из первых выпускала водонепроницаемые часы. Отодвигаем заглушку, и можем вытащить заводную головку для перевода стрелок. Сами стрелки отсылают нас к часам молнии, которые использовались для военных часов, для часов, устанавливаемых в танки, в самолеты. Как раз-таки такие стрелки там и использовались. Что касаемо циферблата. Здесь мы видим циферблат типа сэндвич. Это прямая отсылка к часам Panerai. На верхней части циферблата есть прорези под метки и цифры, и нижняя часть покрыта люминесцентным покрытием. Соответственно, вот эти метки и цифры 12, 3, 6, они очень хорошо светятся в темноте. На верхней части видим надпись молния. Тоже такой не самый стандартный логотип молнии. В основном все-таки используются другие логотипы. И малая секундная стрелка. И давайте пройдемся по основным габаритным размерам этих часов. Итак, диаметр корпуса составляет 44 почти миллиметра. Если взять от ушка к ушку 52 миллиметра, и с заводной головкой диаметр будет 50 миллиметров. Довольно массивный корпус, но я думаю, что тем, кто любит и знает марку Panerai, этот корпус давно знаком. Кстати, очень интересный вариант сделан. Здесь как на подушке циферблат, вот этот рант вокруг минерального стекла. Так что часы выглядят очень массивными и очень серьезными. Диаметр. Ширина ремешка у основания 24 миллиметра. И здесь установлена бакля, тоже фирменный знак марки Panerai. В такой необычной форме массивная хорошая бакля в этих часах. Кстати, обратите внимание, как установлен ремешок на этих часах. С одной стороны здесь винты, с другой стороны винтов нет. То есть откручивая эти винты, вы можете снять ремешок и поставить другой. Такое нестандартное крепление, опять-таки характерно для часов Panerai. Что мы видим на задней крышке часов? Никаких надписей нет. Прозрачное стекло, через которое прекрасно видно работу механизма 3603. Кстати, механизм совершенно не имеет никаких изменений. Ничего здесь не добавлено, не изменено. Нет никаких грабировок. И с одной стороны это очень здорово, потому что никто в этот механизм ничего своего не добавлял. Мы видим его таким, каким его и производили в советские времена. Задняя крышка часов закручивается. И обратите внимание, здесь особый ключ необходим для того, чтобы открыть эту заднюю крышку. Такие крышки как раз-таки устанавливаются на часах Panerai. Я не знаю точно, с какой целью в Panerai придумали вот такой метод крепления задней крышки. Возможно для того, чтобы как раз-таки итальянские военные, итальянские солдаты сами не пытались ремонтировать эти часы, а все-таки пользовались услугами официального сервиса. И давайте немного поговорим про механизм, который установлен в этих часах. Это механизм молния 3603, который разработан на базе калибра 3602. И отличается от своего предшественников наличием обновленного узла баланса с противоударным устройством. Этот калибр выпускался на челябинском часовом заводе молния с 1984 по 2008 год. И недавно, с 2018 года, на Чичи Зе возобновили производство механизма 3603. И выпускают уже свои часы молнии, обновленные в новом интересном дизайне. Такой, так сказать, трибют часов молнии советского производства. И этот механизм выпускался раньше, выпускается сейчас. И это еще раз подчеркивает его надежность, его простоту. И то, что часы с таким механизмом еще долго могут вам служить. А через прозрачную заднюю крышку часов очень здорово, очень интересно можно наблюдать как раз таки за работой этого механизма. Смотрите, как отчетливо видно работу и анкерной вилки, и узла баланса, и в принципе движение всех шестеренок. Кстати, обратите внимание, в этих часах используются два варианта люминесцентного покрытия. Один вариант такой более зеленого яркого оттенка установлен на метках и цифрах. Второй вариант установлен непосредственно на стрелках. И сейчас покажу, как это выглядит все в темноте. На самом деле выглядит это довольно ярко, довольно интересно. Но, конечно, длительность свечения этих часов небольшая. В принципе-то длительность свечения у любых часов с суперлюминовой или любым другим люминесцентным покрытием не очень долгая. Если вы хотите прям яркие часы, которые будут светить всю ночь, здесь уже нужно смотреть в сторону тритевой подсветки. Что касается общего впечатления от этих часов, мне они понравились. Часы довольно интересные. В принципе, использование механизма молния и корпуса Panerai это довольно интересное и популярное решение. Что касается цен на эти часы, в принципе, они варьируются от 100 до 300 долларов. И на цену влияет несколько факторов. В первую очередь это сам механизм. Механизм от молнии. Эти механизмы можно купить в довольно большом количестве, но все они отличаются своим износом. И многие механизмы требуют ремонта. Найти же механизм в идеальном состоянии, в принципе, уже большая редкость. И второй вариант это сам корпус. Корпуса покупаются в основном из Азии. И вы можете выбрать любой вариант. Вы можете выбрать корпус от Luminor Panerai, от Panerai Radiomir. Либо корпус, который не будет откликаться с часами этого известного бренда. И третий, самый важный, пожалуй, фактор, который влияет на цену этих часов, это, конечно же, мастер, который эти часы для вас произведет. Сейчас очень-очень-очень много развелось мастеров, которые делают часы в стилистике Panerai, используя механизмы молния. Ну, либо просто марияж молний. И от того, насколько мастер профессиональный, в принципе, и зависит их цена. И в этом моменте я не рекомендую экономить, потому что часы все-таки не самые дешевые. И если вы хотите, чтобы они долго и надежно вам служили, если вы хотите, чтобы качество исполнения было на высоте, рекомендую обратиться к мастеру, которому вы доверяете, который сделал уже немало таких работ. Напишите в комментариях, что вы думаете, это все-таки хамаш или же марияж? Будет интересно услышать ваше мнение. А на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok